Обед с зайцами. На «Зайцев нет» с Кристиной Брахман. Обед с зайцами. На «Зайцев нет» с Кристиной Брахман. И я надеюсь, что этого никогда не повторится. Не так давно в России появился новый масштабный военно-исторический музей «Мемориальный комплекс Победа» в Южно-Сахалинске. Он включает 630 метров впечатляющих панорам, где отражены моменты освобождения Сахалина и Курильских островов от японских войск. Здесь воссоздана такая береговая линия. Размещены десантные корабли, танки, скульптуры солдат. У некоторых героев панорамы есть реальные прототипы участники битв. А вот в европейской части страны Великая Отечественная война воспринимается не так, как на Дальнем Востоке, где ключевым олицетворением врага стал не столько немецкий фашизм, сколько японский милитаризм. Этот музей обязательно стоит посетить, чтобы почувствовать, насколько сильно, глубоко врезались следы истории даже в такие далекие российские регионы. В музее представлена летопись освобождения восточных территорий от врага. По дням расписаны даты боев, имена командиров, участников и показаны направления движения войск. Экспозиция также содержит множество интерактивных модулей. Коснувшись экрана, допустим, пальцем, можно в деталях рассмотреть письма, квитанции и другие документы тех времен. И, в свою очередь, интерактивная карта Сахалина показывает процесс продвижения войск по островам, что не может оставить вас равнодушным. Здесь же есть план несостоявшейся военной операции по высадке на Хоккайдо. Любителям военной техники стоит обратить внимание на полномасштабную модель японского танка и копию советской бронемашины, которая тоже входит в одну из панорам. Помимо интересных экспонатов, новый комплекс впечатляет прекрасным видом на город и великолепные иллюминации в ночное время. Если я не ошибаюсь, этот музей был открыт в году 2018. Но я могу ошибаться, но это, на самом деле, не имеет никакого значения. Сегодня мы поговорим о самых впечатляющих военных музеях в России. Еще один музей. Москва. Две войны и два бородина. Старейший из основных на полях сражения музей-заповедник в мире расположен в Подмосковье на месте Бородинской битвы. Село Тарутино. «Вам принадлежащее ознаменовано было славную победу русского войска над неприятельским. Отныне имя его должно сиять в наших летописях наряду с Полтавой», писал в 1812 году маршал Кутузов, владелица села Анни Нарышкиной. В 1941-м здесь снова шли жестокие сражения. И сейчас музей-заповедник «Бородинское поле» включает в себя мемориалы обеих отечественных войн и охватывает территорию в 110 квадратных километров, на которой расположено больше 200 памятников, прежде всего многочисленные монументы героям. Увидеть события 1812 года в панорамном исполнении можно в музее «Бородинская битва» в Москве. Гостям доступна не только масштабная панорама в ажурном купольном павильоне, но и несколько других интересных экспонатов. Например, изба Совета в Филях, которую восстановили после пожара в конце XIX века. Любителям истории Второй мировой войны стоит продолжить экскурсию в Музей Победы, расположенном поблизости. Главная реликвия здесь – это Знамя Победы, которое подняли над Рейхстагом в Берлине весной 1945 года. Совсем рядом в Музее военной техники под открытым небом размещены десятки настоящих танков, боевых машин и даже самолетов. Программы для детей и взрослых помогают полностью погрузиться в армейскую атмосферу, например, пообедав на полевой кухне или побывав в землянке. Санкт-Петербург – военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Одна из самых крупных и старейших военных выставок в мире. Музей был основан этот в 1703 году, когда по приказу Петра I на территории Петропавловской крепости построили специальный цейхгаус для хранения артиллерийских орудий. На склад свозили орудия со всей империи. За три века музей, естественно, собрал тысячи экспонатов. Посетители музея смогут проследить за длинной историей развития российского военного дела. Отдельные экспозиции посвящены Петру I и Северной войне против Швеции, событиям 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войнам. Среди знаменитых экспонатов маленькие пушки потешных полков Петра Великого, военные награды российских императоров, оружие Наполеона Бонапарта, личные вещи Екатерины Великой, Михаила Кутузова и даже Николая II. Также коллекция музея насчитывает более практически полутора тысяч орудий, от древнейших тюфяков и до современной атомной артиллерии. Ценителям вооружения есть на что посмотреть. Эти экспозиции включают бесчисленные клинки, пики, мечи, кинжалы, русские иностранные штыки. В общем, рядом выставка защитного оснащения, не менее интересные действующие модели вооружения 18-19 века и мемориальные экспонаты, такие как доспехи Лжедмитрия Первого. Обед с зайцами На зайцев нет С Кристиной Брахман Место силы Волгоград, Курган, пленный фельдмаршал, заповедник Сталинградской битвы обрел свой современный облик в конце прошлого века, когда музей обороны Царицына имени Сталина сильно расширили и превратили в целый комплекс воинской славы. В 1982 году здесь открылась панорама, посвященная Сталинградской битве, одному из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Панорама состоит из восьми экспозиционных залов и четырех диорам. В музее при панораме хранится знаменитый меч Сталинграда, выкованный по специальному указу короля Великобритании Георга IV и подаренный городу в знак восхищения мужеством его защитников. В состав музея-заповедника входит и Мамай в Курган со знаменитой скульптурой «Родина мать зовет», а также мемориально-исторический музей с экспонатами времен Первой мировой и гражданской войн. Здесь выставлены письма лидеров Белого движения Антона Деникина и Лавра Корнилова. Помимо этого, Сталинградская битва включает в себя еще один интересный исторический объект. В 2012 году в подвале ЦУМа Волгограда открылся музей «Память». Именно в этом подвале советские войска взяли в плен генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, одного из авторов плана Барбаросса и командующего 6-й армией Вермахта, попавшие в котел Сталинградской битвы. Я была не раз, потому что есть мои родственники, мой дед, мой прадед, чьи фамилии в Волгограде запечатлены на мемориальной доске. Аж дар речи потеряла. Севастополь от Крымской до Холодной войны. В доме военного инженера Эдуарда Тотлебена, который руководил первой обороной Севастополя. Музей работает уже больше 100 лет. Средства на перестройку здания и первые довольно обширные экспозиции собирали в основном силами неравнодушных граждан. В итоге в коллекции музея Черноморского флота вошли сотни фотографий, личных вещей, мундиров, клинков, картин. Но самое интересное, это части корабельного вооружения и орудий, морские мины, снаряды, которые можно не только внимательно рассмотреть, но и даже потрогать. Восемь залов последовательно рассказывают об истории флота и Севастополя, включая сражения Крымской и Первой мировой войн. Октябрьскую революцию и 250-дневную оборону Севастополя в 1941 по 1942. Экспозиция завершается залом, посвященным современной базе ВМФ в Крыму. В Севастополе также работает и один из самых необычных музейных комплексов России, известный как Музей Холодной войны. Фактически он состоит из открытых для туристов секретных объектов. Главный из них морской судоходный канал, так называемый объект 825. Сооружение предназначалось для защиты подводных лодок от возможной атомной атаки. Здесь же арсенал для подготовки и хранения ядерных боеголовок. Необычный антураж уже привлек даже киношников. В музее сняли сцену погони для остросюжетного, как говорят, фильм «Крым», так называется. Вот такие вот национальные туристические красоты, если есть возможность. Это, естественно, не все музеи, которые имеются в нашей стране. Их огромное количество. Просто вот я вам рассказала о самых-самых таких, которые, я считаю, необходимо посетить. Но если нет возможности, сегодня можно просто сходить в своем городе в музей. По-любому есть какая-то выставка, посвященная Дню памяти и скорби. Великая Отечественная война окончилась, победа СССР, но какой ценой? Ценой человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на долю советского народа. Мировая история еще не знала таких разрушений, такого варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле. И в странах постсоветского пространства 22 июня приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные торжественные и памятные мероприятия с зажением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам. Граждане России, Украины, Беларуси чтят память соотечественников, родных и друзей, сражавшихся за свободу своей Родины. Сегодняшний подкаст, самый впечатляющий военный музей нашей страны. Естественно, не все, несколько только. Я вам рассказала, это Сахалин музей, Москва, один музей, также Санкт-Петербург, на что хватило времени, и Волгоград, это, естественно, Курган. Если есть возможность, можно съездить в Севастополь, там тоже прекрасный музей от Крымской до Холодной войны, вы можете посмотреть любопытные истории. И, конечно, хочется пожелать крепкого здоровья и мирного неба над головой. До встречи. Обед с зайцами. На зайцев нет. С Кристиной Брахман.